Есть такое выражение, если хочешь идти быстро, иди один, а если хочешь идти далеко, идите вместе. Так вот сегодня мы здесь поняли, что все-таки вместе мы сможем пройти не только далеко, а к вечности. Пусть Господь благословит сегодня. Я хотел бы сегодня поразмышлять с вами вместе над темой, которая называется «Конфликт поколений» и еще вторая часть этого названия «Почему мы думаем по-разному». Вы знаете, психологи выделяют пять поколений. Давайте я вам их перечислю. Останавливаться не буду, но перечислю пять поколений. Это поколение бэби-бумеров, поколение Х, поколение Y, поколение зумеры и поколение альфа. Я знаю, что многие, конечно, знают, к какому они принадлежат поколению. Для того, чтобы вы уже точно знали, давайте я вам скажу годы поколения. Бэби-бумеры – это те, которые родились в 1946 году и до 1964 года было поколение бэби-бумеров. Поколение Х, оно захватывает 65-й год, 80-й – это я. Поколение Y – это люди, которые родились с 1981 года. Это поколение было с 1981 по 1996 год. Поколение зумеры – это люди, родившиеся и жили в период с 1995 по 2010 год. Поколение альфа – это те, которые родились в 2010 году. Это дети, которые начинают серфить в интернете раньше, чем они могут научиться читать. Вы знаете, что свойственно поколению зумеров и почему есть разночтение между поколением бумеров? Эксперты считают, что бумеры и поколение X слишком строго судят молодое поколение по стандартам, которое давно перестало быть нормой. То есть вы судите по своим стандартам, своего времени, но для этого поколения это уже не является нормой. Молодые люди очень часто подвергаются стереотипному мышлению о том, что они слабее предыдущего поколения. Но так ли это? Таким образом, взрослые люди подсознательно сравнивают себя с нынешней молодежью, несмотря на то, что они живут в разных десятилетиях. И вот здесь большая ошибка. Хорошо, когда есть рядом тот человек, который может подсказать, дать мудрый совет, остановить какой-то роковой ошибки. Тема, о которой я сегодня буду говорить, она красоконфликте. И, конечно, вот этот человек, который может нам подсказать, который может нам помочь, действительно человек, который жил в истории, это Соломон. Это Соломон. Он очень большой опыт имеет. Я думаю, если была бы такая возможность, и мы бы жили в то время, нам бы очень хотелось у него спросить какого-то совета. Ну, конечно, не в вопросах брака. Вы знаете, Псалтырь Соломона, он записан в 126-м. Псалтырь Соломона. Это Псалом 126-й с первого текста. Вы знаете, что Соломон в Псалтыре писал, да? Песнь восхождения Соломона 126-й Псалтырь. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящее его. Если Господь не сохранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете и поздно просиживаете. Едите хлеб печали тогда, когда возлюбленному своему он дает сон. Вот наследие от Господа, дети. Награда от него – плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнит ними колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами у ворот». Интересно, что Соломон пишет вот такие вещи, и, кажется, не совсем на первый взгляд совместимые. Он начинает вначале со строительства дома, а заканчивает детьми. Интересно, какое это отношение имеет. Хочу сказать, что Соломон, он не только царь, он строитель. Соломон строил в течение 13 лет для себя дворец. И 7 лет он строил храм для Господа. Представьте, 20 лет он провел в строении. Но это не все. Потому что, когда мы читаем дальше, то он строил дочери своей, дом. Он строил своим женам. И так почти вся жизнь у него прошла в стройке. Поэтому он строительство вообще-то специалист. И он пишет, друзья мои, что бы вы ни строили, строите вы семью, строите карьеру, воспитываете детей, строите физическое что-то, дом. Помните, он говорит, если Господь не строит вместе с вами, то есть, если вы Господа не пригласили в свою жизнь, напрасно вы трудитесь. Вы всю жизнь будете разочарованы. Если Господь не охраняет того, что вы строите, пусть у вас будет и сигнализация, и куча охраны, ничего вам не поможет. Так пишет Соломон. Напрасно стерегут. И дальше он говорит, вы рано встаете и просиживаете допоздна. Это что означает? То есть, вы настолько много трудитесь, вам 24 часа в сутки не хватает. Вы много трудитесь. А он говорит, а тот, который избирает Господа, он дает хороший сон, он дает успех, он дает абсолютно все. И есть такое слово, которое мы вспоминаем уже в этих первых двух текстах, они постоянно повторяются. И слово такое, напрасно, напрасно, напрасно. И как вывод, мы делаем следующий. Неважно, сколько тебе лет. Неважно, что ты строишь. Неважно, что ты делаешь. Если без Бога, напрасно. И как плохо, когда мы трудимся напрасно. Строили, строили, наконец построили. То есть, напрасно. Так зачем трудиться напрасно? Мы всегда хотим видеть результаты. Мы родили детей, мы хотим видеть хорошие результаты. Они выросли, они стали образованными, они стали полезными для общества, полезными для семьи. Мы строим дом, мы хотим видеть построенный. Мы строим бизнес, мы хотим посмотреть, как империя, которая приносит пользу. И Слово Божие говорит, если без меня напрасно. Вот в этих текстах вот это слово постоянно повторяется. Это говорит о том, что это важное слово. И Господь хочет сделать на этом акцент. Он говорит, слушай, не нужно тебе даже тратить энергию и силы. В конце концов, это тебе не принесет удовольствия. И вот третий текст, он говорит, наследие от Господа – это дети, это награда от Господа. Если бы мы сегодня сравнили ценные вещи, такие как недвижимость, ценные металлы, не знаю, какие у вас есть, неважно, ценные металлы. Какой-то серьезный счет в банке. И однажды продавал автомобиль, недешевый автомобиль. Продавал его. Ну и так человек как-то, знаете, выглядит. Я говорю, слушайте, ну, надо же сначала, наверное, банковскую транзакцию сделать. Он открывает на телефоне свой аккаунт и показывает. Я таких цифр еще не видел. У него было 8 миллионов. Он говорит, не переживайте, мы оплатим. Это действительно так оно и состоялось. Но я говорю, что если у нас есть ценные вещи, то помните, в конце всего написано выше, мы читали, что это как бы временно, это временно. А в конце, в самом последнем написано, а дети – это награда. Если мы сравним все эти вещи и поставим на чашу весов, то, конечно, что вы выберете? Миллионы или детей? Недвижимость или детей? И вот сегодня Господь Бог говорит, дети – это благословение, это награда. Все вышесказанное, оно теряет смысл на фоне детей. Это самое ценное, что дал Бог и чем Он нас, конечно, и испытывает. То, на чем сегодня должен сконцентрироваться каждый человек, который живет на земле. Ведь чужих детей не бывает, и все они, к сожалению, плачут на одном языке. Все материально обесценивается. А дети – это то благословение, которое Господь благословляет. Интересно, что Соломон начинает со строительства дома. Я уже об этом говорил. Давайте попробуем найти главную мысль. Почему он так вот начинает и так заканчивает. Оказывается, что строить, зарабатывать, продавать, стоять где-то на рынке или в магазине, потом не досыпая трудиться, если это, он говорит, без Господа – это все напрасно. А дети – это награда от Господа. И вот тут не написано с Господом. Он говорит, это дети, это просто награда от Господа. Хочу сказать, что у Соломона большой, очень жизненный опыт. Тем не менее, все, чего он достиг, и большая часть, она будет похоронена вместе с ним. И он это осознавал. Очень. К нему приезжала цариса Савская. Она как посмотрела, она за голову взялась. Это богатство, которым обладал, это красота, это устройство, это, я бы сказал, организация, это порядок, это службы, это государственное управление. Она от всего была в шоке. Только бог дал ему великую мудрость. Но он понимал, что он с собой ничего не заберет. И вот Экклесиас, 2 глава, 11 текст, говорит, «Оглянулся я и на все дела, которые сделала рука моя, и на труд, которым я трудился, делая их, и все это суета». Экклесиас, 2, 11. Все это суета и томление духа. И дальше написано, нет от них пользы под солнцем. А я так себе читал и думал. Ведь богаче человека не было. Умнее человека не было. Мудрее от Бога мудрость не было. Управления такого мощного не было. Сорок лет жить и войны нет, не было такого. И в конце он оглядывается и говорит, «Слушайте, с собой ничего не заберешь». А еще хуже, 18 текст. «Возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должно оставить человеку, который будет после тебя. А кто знает, мудрый он будет или глупый». Когда я проанализировал до конца все эти тексты, в ходе проповеди я увидел, что Соломон был не только мудрый, а он еще видел что-то наперед. Он понимал, что воцарится сын его, Раваам. И он понимал, что он не будет совсем мудрым в управлении. Действительно, Соломон оставил детям своим. Мы вспоминаем сегодня, вспомним только одного из них. Это Раваам. Читаем Третье Царство. Третье Царство, 12 глава. Третье Царство, 12 глава, 8 текст. Вы знаете историю, я вообще перечитывать ее не буду. Я только напомню тем, кто ее не знает, что после того, как умер отец, Соломон, воцаряется его сын. И сын, кстати, скажу вам, что он не был юношей, ему было 47 лет. И вот этот сын, он обращается к совету, за советом к старейшинам, к людям, которые с опытом жизни, и говорит ему, слушайте, вот я молодой царь, как мне управлять народом? И те ему говорят, слушай, самое главное, оставайся человеком. Будь добр, не говори с ними сурово. Ну вот, будь вот человеком. Послушал он, обращается к молодым и говорит своим сверстникам, слушайте, как мне обращаться с людьми? Вот я царь молодой. О, ты должен доказать, что ты царь. Максимально жесткости, максимально там где-то прикрикнул. Покажи, что ты царь. И вы знаете, к сожалению, ему этот совет больше понравился. Послушайте, восьмой текст. И пренебрег он совет старцев, что они советовали ему. И советовался с молодыми людьми, с которыми вырос вместе, которые предстояли перед ним. Кулаков пишет чуть-чуть по-другому, мне это больше нравится. Он отверг совет, данный ему старейшинами, и обратился к сверстникам своим, что с юности росли вместе. И они теперь стали ему служить. Понимаете-ка, это бывает, да? Ходили вместе в школу, вместе играли, друзья, товарищи, потом карьерный рост, а потом кого звать? Ну, я же его знаю, пусть он будет. И они стали служить ему. И он спрашивает у них совета. Вы знаете, кто читал, то вспомнит, что произошло. Его царство разделилось. Он потерял сердечный покой. Он потерял сон. И быть царем ему не приносило удовольствия. Друзья мои, я очень-очень хотел бы, чтобы мы с вами были мудрыми людьми, могли слушаться советов людей. Это не говорит о том, что сестарец сказал, это точно правда. Иногда нужно поучиться и у детей. Иногда нужно послушать, что дети скажут. И научиться чему-то. И есть многому, чему научиться. Хочу сказать, что люди, которые не имеют опыта, они дали тот совет, который им казалось правильно. Результат – это восстание, это разделение царства, это война между братьями. Они все были братья между собой, и они начали воевать. Во все время их правления была война. Почему? Ответ один. Когда мы начинаем читать Третье царство, мы читаем, что он отступил от Господа. Он не следовал советам Господа. Когда мы строим дом, когда мы строим государство, когда мы строим царство, когда мы строим семью, если мы отвергаем советов Господа, если мы не с Ним, Слово Божие говорит напрасно. А если мы стремимся только к материальному, только к тому, чтобы было благо в какое-то короткое время, хочу сказать, что и это не получилось. Потому что чуть позже нападают египтяне. И все, что отец его скопил за жизнь. А я вам уже говорил, что богаче не было в то время государства, чем при правлении Соломона. Не было. Это богатейшее из богатейшего государства. Написано, пришел царь египетский и абсолютно все забрал из золота, серебро. Все забрал, что было. Вы знаете, я не знаю, к какому поколению вы бы не относились, или бэби-бумеры, или поколение Х, или Уай, или зумеры, или поколение Альфа. Хочу сказать, помните опыт и переживания Соломона. А какой был опыт и переживания? Похоже, что Соломон, я уже говорил, немножко что-то в своем сцене видел. И он написал следующие слова. Если я прочитаю только один текст, а вы будете читать десятки текстов, встретите подобных. Приджи 15-20. Мудрый сын радует отца, а глупый человек пренебрегает и матерью своей. Слышали, да? Мудрый, глупый. И этих текстов в 17-й главе есть, и в 20-й главе есть. Он постоянно повторяет. Я так думаю, возвращаясь к 126-му псалтерю Соломона, он говорит, строить, зарабатывать, копить. Это все хорошо. Но если ты детям при этом не уделяешь достаточно внимания, если ты не смог уделить достаточно времени детям при всем твоем правлении могущественном, помните, это грош цена. Это очень слишком занят. И только в конце жизни он понял свою ошибку. Сын все расточил, все потерял, все раздал. И он говорит, мне очень жаль, что так все закончилось. Это было переживание Соломона. К сожалению. Но дальше, в 4-м тексте, он опять возвращается и говорит, что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Как понять? И дальше написано, блажен человек, который наполняет ими колчан свой. Какая сильная метафора, друзья мои. Какая сильная метафора. Стрелы в руке сильного. Что это означает? Когда стрелы в руке сильного, когда стрелы в руке опытного, когда он стреляет, он всегда попадает в цель. Он опытный. Он попадает в цель. написано, они летят просто в десятку. Не останутся они в стыде, когда будут говорить у ворот. Это говорит о том, что у детей должна быть определенная цель в жизни. И если у кого есть родители, это большое благословение. Это большое благословение. Сегодня хочу сказать, что в детских домах нет недостатка ни в чем. там самое лучшее постельное белье. Там самая лучшая техника. Там максимально хорошее питание. Там лучшие игрушки. Но, к сожалению, там нет родителей. А там нет самого главного. Это родительского тепла. Это родительского слова, которое могут повести по жизни и привести к той цели, которую они ставят для детей. Сказали ли мы своим детям, что в жизни самое лучшее, самое лучшее, друзья мои, начинать и заканчивать с Господом. Чего мы желаем своим детям? может быть мы не сможем дать детям лучшее образование в мире, но познание о Боге это наша обязанность. Это то, что сделает их счастливыми и даст им надежду. Восточная мудрость говорит следующее, послушайте, дети это гости, которые приходят к нам на малое время. И за это малое время мы даем отчет перед Всевышним, как мы их встретили и как мы их провели. Хотел бы сказать несколько правил, которые работают в жизни. Они очень похожи, что мы сеем, то и пожнем, но они звучат чуть по-другому. Мы получаем то, что мы вкладываем в наших детей. Любовь, внимание, заботу. Если вкладываем, мы получим обратно. Если мы этого не делаем, не расстраивайтесь. Второе правило. Дети это образ своих родителей. И они несут наши привычки и наши качества. Если вам не хочется приходить в церковь, дети, или молиться, помните, ваши родители, они будут продолжать вас любить и делать это всегда. Они будут молиться и будут молиться о вас и приходить в церковь. Помните, и мать, и отец, если у вас есть родители, они не останутся в стыде, потому что вы будете являться их наградой, их благословением. И если когда-то с кем-то они придется им встретиться и говорить о вас, они просто будут вами гордиться, если мы начинаем и заканчиваем с Господом. Аминь. Давайте встанем для молитвы. Наш Господь, мы очень благодарны Тебе за благословение, за то, что иногда мы просто не слышим другое поколение, потому что они выросли в другое время, когда были другие ценности. Господи, ну не важно в каком поколении мы родились, самое главное, что мы узнали Тебя. Помоги нам следовать за Тобой, Господь. Помоги нам говорить об этом детям нашим. Помоги нам молиться и благословлять их. Мы знаем, Господь, что если мы будем сеять добро, если мы будем сеять Твое Слово, оно обязательно принесет хороший плод жизни. Благослови всех, кто сегодня находится в этом зале, и те, которые будут смотреть нас позже в эту передачу. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Аминь.